Добрый день, дорогие абитуриенты! Меня зовут Айдар, и сегодня, сейчас я постараюсь вам объяснить, как подать заявление на присуждение образовательного гранта. Итак, заходим на сайт egov.kz и наверху в углу нажимаем кнопку «Войти». Входим на сайт с помощью ЭЦП. Выберем сертификат. Вбираем. И выбираем здесь первый ключ. Вводим пароль. И подписать. Так, здесь вы увидите ваше ФИО. Итак, далее входим во вкладку «Образование». Высшее образование. И выбираем присуждение образовательных грантов. Заказать услугу онлайн. Так, здесь у нас будет 8 шагов. В общем, итак, начнем. Шаг первый. Сведения о заявителе. Категория заявителя. Поступающий учащийся. Ваш номер телефона выйдет автоматически. Электронный адрес. Можете использовать свой электронный адрес, которым вы пользуетесь часто. Далее. Шаг второй. Так. Сведения об образовании. Так. Выпускник организации с основным, общим, средним образованием. Если вы завершили 11 класс. Выпускник учебного заведения за рубежом. Нет. Так. Далее. Место, где вы учились в ваше учебное заведение, выйдет автоматически. И также выйдет автоматически. Автоматически дата окончания школы. Номер аттестата. Серия аттестата. Дата выдачи аттестата. Из-за кучения. И аттестат с отличием или без. Что вам тут надо сделать, так это прикрепить сам аттестат. Далее. Вводим количество оценок. Те оценки, которые в вашем аттестате. Количество пятерок, четверок и троек. Так. Далее. Сведения о ИНТ выйдет само автоматически. Прикреплять сертификат не надо. Так. Здесь выйдет ваш общий балл и баллы по предметам. Далее. Шаг третий. Обладатель преимущественного права при равенстве баллов. Так. Если вы наградены знаком Альтенберге или лицо наградено знаком отличия за проявленную патриотизм и активную гражданскую позицию. Выпускник организации ТИПО, имеющий стаж работы по специальности не менее одного года. И победитель Олимпиад спортивных соревнований и исполнительских конкурсов. Награждение диплома 1, 2, 3 степени. Так. Допустим, давайте второй посмотрим. Первый. Документ прикреплять не надо, просто отметить. Второе. Здесь, если у вас имеется удостоверение обручения, знака отличия, медаль, ельбасе, прикрепляйте его. Так. Если выпускник организации ТИПО, то здесь сведение о вашей трудовой деятельности выйдет само автоматически. Тут просто заполняете пункты. Дата приема, увольнения, наименование организации, должность и адрес организации. Победитель Олимпиад спортивных соревнований. Так. Здесь пишите свой год проведения Олимпиады. Далее год проведения Олимпиады. Потом вид Олимпиады. Учитываются только те Олимпиады, которые имеют республиканское или международное значение. Далее наименование Олимпиады. Допустим, республиканская Олимпиада, республиканский конкурс научных проектов. Допустим. И наименование Олимпиады. Тут выйдет само автоматически тоже. Так. Далее тут прикрепляйте свой диплом. Выбирайте файл. И если у вас имеется также несколько дипломов, вы можете добавить их и нажать кнопку добавить. Выйдет такое же окно, как и тут. Так. Идем далее. Шаг четвертый. Медицинская справка. Тут прикрепляется только медицинскую справку 086U, если оно у вас имеется. По приказу Министерства образования, монарка, можно и пока не прикреплять эту справку. Если у вас есть, вы можете ее добавить. Если нет, так нет. Идете далее. Шаг пятый. Сведения о льготах. Вид льгот. Выбирайте тут вид льгот, если они у вас имеются. Шаг шестой. Общие сведения. Форма обучения очная. Здесь наименование вуза приемной комиссии для подачи заявления на конкурс присуждения образовательного гранта. Здесь выбираете, здесь у каждого появится своя область, в которой вы выбираете вуз. В данном случае в Акморинской области вузы имеются только в городе Кокштаб. Поэтому отмечаем Кокштаб. И выбираем то учебное заведение, которое имеется в городе Кокштаб. Допустим, Шуканова Леханова. Имени Шуканова Леханова. Так, это не значит то, куда вы поступаете. Это лишь место приемной комиссии, куда вы будете подавать заявление. Сохранить. Количество ГОП. ГОП это группа образовательных программ. В данном случае у нас 4. Так. Номер 1. Вид конкурса. Общий конкурс. Группа образовательных программ. Выбираете свою специальность. Допустим. Общественное здравоохранение. И наименование вуза. Вот это уже то, куда вы поступаете. То, куда вы хотите поступить. Куда вы подаете свои документы. На поступление. Так. И далее выбираете. Точно так же отмечаете остальные. Так. Номер 2. Общий конкурс. Точно так же выбираете свою специальность. Точно так же выбираете свою специальность. Точно так же выбираете свою специальность. Так. 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 Далее нужно загрузить фото 3х4 в электронном формате. Выбираем файл. И прикрепляем этот документ. Далее подтверждаем, ставим галочки на все эти 3 пункта. Я несу правовую ответственность за достоверность предоставленных данных. Я согласен на использование своих персональных данных, полученных из внешних систем для оказания услуги. Подтверждаю, что заявка на участие в конкурсе на присуждение гранта подана только в электронном виде. Далее. Шаг 7. Здесь нужно подписать ваше заявление. Выбираем одну из этих, допустим, подписать, используя электронную цифровую подпись. Она у нас имеется, поэтому выбираем ее. Носитель информации. И выбираем опять ЭЦП. Но здесь уже мы выбираем второй ключ, не первый, а второй. Также вводим свой пароль, открыть и подписать, как говорил в начале видео, при входе на сайт. Так. На восьмом шагу откроется ваш статус. Там будет сказано то, что ваша заявка находится в обработке. На этом все. Всем спасибо за внимание. До свидания. И всем желаю удачи. Субтитры создавал DimaTorzok